Уральская сталь совместно с правительством Оренбургской области и администрацией Новотроицка утвердили программу социально-экономического партнерства на 2022 год. Документ подписали губернатор региона Денис Паслер, генеральный директор управляющей компании Уральская сталь Денис Сафин и глава Новотроицка Дмитрий Буфетов в ходе рабочей поездки на комбинат. Мы вместе будем участвовать в нескольких десятках проектах по развитию города и с огромным удовольствием сегодня принимаем участие в этом подписании и рад сотрудничеству с новой командой. Инвестиции сторон в рамках социально-экономического партнерства составят 640 миллионов рублей, из которых 200 миллионов рублей вклад уральской стали. Почти 320 миллионов – правительства Оренбургской области, чуть более 120 миллионов – вклад муниципалитета. Мы действительно пришли на этот комбинат, чтобы продолжить его развивать, создавать новые рабочие места. На сегодняшний день уже нами запущено ряд новых инициатив на комбинате, результаты которых уже можно будет увидеть в следующем году положительные. Мы продолжим помогать городу Новотроицк, понимая, что уральская сталь является одним из основных налогоплательщиков Оренбургской области и города Новотроицк. Соответственно, продолжим помогать городу для того, чтобы сделать более комфортной и более улучшенной жизнь горожан. Средства направят на городскую инфраструктуру, дорожную отрасль, спортивные, образовательные, культурные объекты. Так, уральская сталь инвестирует более 100 миллионов рублей в ремонт и оснащение объектов спортивной школы номер 2 и Олимп, специальные коррекционные школы-интерната и детской художественной школы. Окажет поддержку футбольному клубу «Носта» и своим базовым учебным заведениям, новотроицкому филиалу «Ниту Миссис», а также политехническому колледжу. Кроме того, последний получит 20 миллионов рублей в рамках реализации проекта «Профессионалитет». На сегодняшний день подписывается уже шестое соглашение об экономическом партнерстве. Конечно, договор с Уральской сталью самый значимый – это сотни миллионов рублей. Но, тем не менее, вот этот посыл говорит о том, что предприятие сегодня работает стабильно, предприятие собирается оставаться в территории, собирается ее развивать. Комбинат продолжит реализацию корпоративных программ развития города. На это предприятие направит 15 миллионов рублей. А именно, окажет помощь новотроицким религиозным организациям, мусульманской в финансировании разработки, проектно-сметной документации, храму Петра и Павла, замены теплоузла и системы электроосвещения. По многочисленным просьбам новотроичан, уральская сталь поможет реконструировать городскую баню. Выделенные правительством Оренбургской области субсидии будут направлены на развитие дорожно-транспортной системы и водовода Новотроицка, благоустройство городских территорий, ремонт здания лицея номер один и детского сада номер 31. Также на создание спортплощадок школы номер 13 и стадиона «Юность» и на другие проекты.